Сегодня в Чебоксарах обсудили проект бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Депутаты Государственного Совета сначала рассмотрели его на заседаниях комитетов и фракций, а теперь пришло время обсудить все поправки и замечания публично. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы – таковы основные задачи бюджетной политики. Проект бюджета на ближайшие три года разрабатывался с учетом новых макроэкономических условий. Он формировался по консервативному принципу, исходя из не очень благоприятных сценариев развития экономики. Изменение параметров республиканского бюджета на 2015 год по сравнению с первоначально утвержденными параметрами на 2014 год характеризуется следующими данными. По доходам у роста 2015 года к первоначальному плану на 2014 год на 963 миллиона рублей. По расходам у роста на 1 миллиард 231 миллион рублей. Дефицит увеличивается на 268 миллионов рублей. Необходимо отметить, что собственные доходы республиканского бюджета растут ежегодно более чем на 6%. Источников роста немало. Что касается доли программных расходов республиканского бюджета, то они планируются на уровне 98,8% от общего объема расходов. А вот увеличение расходов на государственные нужды вызвали неоднозначную реакцию. Представители ряда партий, входящих в парламент, считают, что в сложных экономических условиях на этой статье надо сэкономить. В целом участники публичных слушаний поддержали концепцию проекта республиканского бюджета Чувашии на предстоящие три года. Среди основных путей увеличения собственных доходов консолидированного бюджета выделили это наращивание производственного потенциала республики за счет обеспечения роста производительства труда через использование передовых технологий современного оборудования, создание высокопроизводительных рабочих мест, запуска новых современных импортозамещающих производств, улучшение инвестиционного клипа и особое придание развитию субъектов малосреднего предпринимательства. В ближайшее время Комитет по бюджету, финансам и налогам обобщит все замечания, которые были высказаны на публичных слушаниях. Окончательное решение депутаты примут на сессии. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.